Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить внутреннюю тьму, тьму внутри. Я, честно говоря, вообще нифига не помню, что делать, потому что последний раз играл в неё больше недели назад. Я помню, что в конце предыдущей серии мы после очередного сна очнулись спустя три дня, с момента последнего бодрствования, после этого нашли какое-то лекарство и оказалось, что в него подмешан галлюциноген. После этого все пути вели обратно в дом Ивара, потому что в последний раз, когда мы тут были, тут были люди, а сейчас, когда они разошлись, можно маленько будет пошебуршать. Так что давайте осматриваться, давайте посмотрим. Я, правда, не помню, какая последовательность действия, но сейчас мне нужно разобраться уже вот с этим. Кисть, банка растворителя. Просто так это не комбинируется, зато тут на кухне есть что-то типа кастрюли. Вот это вот. Сейчас мы попробуем... Моя первая мысль была попробовать налить в неё растворитель. Да, и, судя по всему, это верная мысль была. Шо? Так, ну и чё? А, ну всё. И теперь сюда макнуть засохшую краску. Отлично. Я очистил кисть растворителем. Ладно. Зачем она нам может пригодиться, я не знаю, но... Теперь она мягкая, её можно использовать. Я не видел ни одного места, которое нужно было бы закрасить. Но, как говорится, есть, хорошо. Так, что дальше? Мы получили связку ключей от этого непонятного человека. Вот эта вот связка. С помощью него мы сейчас наверху, возможно, что-то сможем открыть. Помните, у нас там были закрытые... Кстати говоря, мне посоветовали здесь в настройках... Где это тут? Нет тут такого, обманули меня. Сказали, что скорость диалогов тут есть. Но я её не вижу. А, вот, вот же. Хорошо. Потому что они как эти, как тормозы какие-то, как слоупоки разговаривают. С паузами на 5 секунд между диалогами. Странные картины. Так, ну и что нам сюда? Тут у нас, по-моему, тоже что-то закрыто было. Давайте сначала там проверим. Здесь у нас справа был закрытый комодик, и слева закрытый письменный стол. Но там, что-то мне кажется, что... Что-то нездоровые звуки. Вот эту игру шорохи надо было назвать. Потому что здесь таких звуков просто очень много. Постоянно. Так. Открывается. Не поддаётся. Давайте попробуем наши ключи. Ага. Ладно. Карта. Что за карта? Где она вообще? А, вот она. Эта карта чего вообще? А сзади? Это что за рептилоид? Непонятно. Что-то странное, да? Отчётчики. Дорогой И.Б. Я постараюсь изложить всю информацию, которая касается загадочного исчезновения мистера Р, полученного мною напрямую от мистера Ф.В. Я прошу вас переслать это письмо также и мистеру Карвину, поскольку, как вы знаете, сегодня я отбываю в Цалеле. Опять что-то с Африкой связано. Около месяца назад мистер Р написал мистеру Ф.В. письмо, в котором говорила полицейская операция, проводящаяся в его районе, и о том, что в связи с ней он чувствует себя в опасности. По словам мистера Р, полиции стало известно о чём-то необычном, и она начала расследование на окраинах. Кого-то арестовали, но о причинах этих арестов общественности объявлено не было. В последующие дни мистер Ф.В. связался с одним из наших друзей в полиции и получил некоторую информацию об этой странной операции. По данным наших источников, расследование касается двух габонских моряков и того, что они привезли с собой с островов Восточной Индии. Понятно. Мистер Р попытался навести справки об этих габонских моряках. Оказалось, что они передали предметы, которые приобрели на островах Ост-Индии, куда ходили на торговом корабле каким-то неизвестным людям из пригорода. В таверне глава рыцаря из независимого источника от какого-то пьяницы. Он узнал, что полиция в ходе расследования задержала одного из этих моряков. По словам того же пьяницы, они продали какой-то очень древний пергамент человеку по имени Легруас. И последний очень щедро им заплатил. После чего оба бросили ловить рыбу и вернулись обратно свою страну в габон. Этот пергамент был очень важным и опасным предметом. Мистер Р написал обо всем этом в одном из последних писем мистеру Ф.В. Но через месяц, когда мистер Ф.В обратил внимание, что не получает ответов на письма, отправленные мистеру Р, он решил навестить его лично. Однако, когда он приехал в дом к мистеру Р, он не нашел там ни души. Это все, что сообщил мне мистер Ф.В. Сейчас он живет в доме мистера Р и ожидает дальнейших приказаний. Я послал мистеру Ф.В. письмо, в котором написал, чтобы он обратился к вам. Так что скоро он нанесет вам визит. Ваш слуга Зия. Дорогой друг, возможно, ты беспокоишься, потому что от меня давно уже ничего не слышно. Но, уверяю тебя, ты удивишься, когда узнаешь, что мне удалось найти. В пакете, который я тебе прислал, ты найдешь копии моих недавних открытий и написанные мной примечания каждому из них. Очевидно, что это древние документы, но, тем не менее, я уверен, что это воспроизведение еще более древнего оригинала. Рисунки на четвертом пергаменте меня особенно заинтересовали. На первый взгляд, может показаться, что они не имеют смысла, но когда ты прочитаешь заметки, которые я добавил, тебе станет понятнее. Думаю, что знак с Ураборосом служит ключом или источником для других. Сейчас народ скажет, о, Resident Evil 5 и Ураборос. Ураборос это древний бог, а змей, пожирающий свой хвост. Это появилось за несколько тысячелетий до вашего сана в Resident Evil 5. Хватит упоминать его в каждой игре, в которой Ураборос упоминается. Но я до сих пор не могу понять смысл диаграммы, на которую знакомые небесные тела расположены в необычных позициях. Если ты поймешь, что это может означать, дай мне знать. Как бы ни хотелось еще поговорить об этих находках, придется на этом пока закончить. Я скоро отправлюсь в путешествие, и месяц меня не будет. Так что не удивляйся, что от меня нет новостей. Думаю, что вернусь в самое позднее. Понятно. Так, вот это, похоже, зацепка. Это число возвращения кого-то куда-то. Хорошая зацепка, но кого и куда. Так, времени все меньше, и поэтому все эти вещи становятся все более сложными. Думаю, что между моими находками и книгой, которую ты прислал, существует связь. Но лучше мы поговорим об этом в следующий раз, потому как у меня не было возможности тщательно изучить книгу. Джон Д. Что же тут зацепка? Нет, не знаю, что делать. Так, а что же тут может быть тогда? Ну, не знаю, пусть пока остается. Так, третье письмо. Привет, дружище, с радостью сообщаю тебе, что мы нашли то, что искали. Город был похоронен под слоем песка в миле к северо-востоку от нашего последнего места раскопок. Местные легенды говорят, что жители города были убиты, а город засыпан песком за какие-то прегрешения. Эти легенды точно прочно засели в головах местных жителей, когда мы, как мы убедились, во время раскопок. Две недели изматывающего труда и город был обнаружен. Первое, что мы увидели, это скелеты и множество разбросанных всюду костей. На некоторых из них были следы зубов. В пещере, которая, по-видимому, использовалась в качестве библиотеки, мы нашли пергаменты с рисунками и странными иероглифами. Рисунки наводили на мысль, что пергаменты посвящены некромантии и колдовству. Один из пергаментов особенно заинтересовал меня, поскольку часть текста на нем напоминала манускрипт Войнича, который, как полагает, относится к ботанике. В некоторых зданиях были небольшие алтари с загадочными символами, изображающими глаз. Стены зданий с лотарями когда-то были покрыты цветными петроглифами. В пустыне не так спокойно, как кажется на первый взгляд. Я сам слышал звуки, о которых писал Марко Поло, и могу сказать, что он был прав. Иногда по ночам разговоры и музыка раздавались так близко от лагеря, что я даже пытался записать их, но, к сожалению, мне не удалось добиться успеха, потому что на пленке остался только вой ветра, постоянно гоняющего по пустыне песок и проникающего во все наши мысли. Думаю, что это открытие еще один шаг на пути... Да что там, кто, блин, что таскает? Эти звуки уже заколебали. На пути к цели. И его надо... Офигеть. Тщательно изучить. Надеюсь, скоро я смогу прислать тебе детальный отчет обо всех наших находках. Береги себя, шалев Бенхумар. Брат, я надеюсь, опять зацепки. Что с... Хочу с радостью сообщить тебе... Блин, подожди. С радостью сообщить тебе, что проблема ЭБ решена. Маленькое здание в саду в нашем распоряжении, и мы уже начали его изучать. Мы не могли отобрать у этого старого дурака дом обычным путем, поэтому прибегли к последнему безотказному методу. Теперь там находится ДД, и я уверен, что ты захочешь присоединиться к его исследованиям, чтобы связаться с ним, используя номер. Так, ну-ка. Это шифр какой-то. Странная запись. Какой-то шифр из букв и цифр. Это чей-то адрес? Мы также нашли... Блин, да что ж сворачиваешься? Мы также нашли полонкин, в котором были некие объекты. Мы думаем, что они служат своего рода ключом. Но нужно провести дополнительные исследования. Мы не пытались применить ключ на нашей цели, поскольку, как ты знаешь, входить в некоторые места, не обладая знаниями, весьма опасно. Удачи, ИБ. Так, и пятое, последнее письмо. Уважаемый, ИБ. Что было... Как было сказано в часовнике, после зеленого дымка появилось тусклое пламя. А вот упомянутое лицо... Нет. Не уверен, что я правильно прочитал молитву, когда поднялись воды. Кроме того, я не до конца понял ту часть, в которой говорится, что луна должна быть в правильном положении. Полагаю, что вскоре я смогу сообщить о результатах последних исследований. ДЭК. Понятно. Больше тут ничего нет. Что же тут за зацепка? Так. Возможно, вот это вот. Рисунки на последнем, на четвертом пергаменте. Нет. Знак с Ураборосом. Нет. Не знаю, что делать. Так. Ну вот даты есть, но почему-то за нее не цепляется. Так, давайте попробуем еще раз. Кого и куда. Ладно. Если застрянем, попробуем что-то с этим сделать. А сейчас пока выходим. И осматриваемся дальше. Тут что? Мне надо понять, как использовать эти палочки. Очевидно, в них есть какое-то предназначение. Так, две. Все три взял, да? Три палочки. А ты что такое? Судя по всему, тут все, да? Не вижу, как бы можно было как-то использовать эту странную лампу. Так, неужели тут все? Эту книгу я, похоже, почитать не могу. Здесь, похоже, какие-то непонятные дела творились с этим домом. И в результате путем махинации им завладели эти темные личности, мутные. Кстати говоря, возможно, тот бедолаг, который внизу там заперт, это бывший владелец дома. Не знаю. История об этом умалчивает, как говорится. Давайте теперь тут посмотрим. И с этим кодом, я, по-моему, знаю, что нужно делать. Его вроде как нужно на телефоне попробовать ввести. И тогда у нас выйдет телефонный номер. Я что-то такое слышал. Так, заперто. А вот так? Шо? Наполовину полная чернильница. Ну-ка, 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 ну-ка. Блин, сколько вещей появилось? Мусора всякого. Шо? Окунул кисть в чернила. Это нам пока ничего не дает, но предположение мое было верным. Использование маркера из старых карт – отличный способ найти места, но состояние карт стремительно ухудшается. Чтобы предохранить карты от дальнейших повреждений, они были убраны в специальный шкаф для хранения. С их помощью мы нашли множество мест, и наши поиски продолжаются. Самое важное из найденных мест – древнее кладбище, где расположены могилы, которые мы долго искали. Развалины, которые находятся в 350-400 метрах от него, привели меня к выводу, что в этом месте было древнее поселение. Возможно, здесь стоял город народа яхаттеров, живших на горе Нортфуд давным-давно. Через несколько дней мистер Карвин начнет поиски этого места. Через несколько дней мистер Карвин займется исследованием этого места. Ну, ладно. Странно как-то это все. Я начал исследовать деревянные статуэтки, которые мистер Карвин привез из Африки. В этих похожих друг на друга статуэтках есть тайники, которые закрывают какой-то замок, механизм, которого я пока не смог понять. Так, подожди, они снизу были, по-моему, да? Хотя одну я смог открыть случайно. Не знаю, что могло храниться в этих тайниках. Кроме того, я видел подобную статуэтку в одном из мест, которую мы обнаружили при помощи карт. Видимо, эти статуэтки очень важны. В той, что я открыл, были различные листья и безглазые насекомые, чей вид я не смог определить. Судя по тому, что у него нет глаз, такие насекомые живут в глубоких пещерах, куда не попадает свет солнца. Я так и не смог определить, какого растения были эти листья. Они обладают насыщенным и богатым запахом. Судя по тому, что такой же запах... Блин, в этой серии много чтений, я уже заговариваю с начала. Судя по тому, что такой же запах исходит от... Только кто там что таскает? И от остальных статуэток, которые я пока не смог открыть, я полагаю, что во всех них хранится то же самое. Мистер Карван говорит, что назначение статуэток — хранение смеси дверсах. Все мои изыскания, касающиеся смеси дверсах, пока не принесли результатов. Это доказывает, что способ ее приготовления хранится в строжайшем секрете или же передается только из уст в уста. Даже в самых древних и полных манускриптах почти нет информации об этой смеси. Судя по тому, что мне удалось найти, эта смесь обладает очень сильным воздействием на людей. Известно, что она может ввести человека в измененное состояние сознания. Думаю, что у нее есть и другие эффекты, потому что дверсах считается ключевым элементом в доктрине метаморфоза души. В данный момент я работаю над тем, чтобы открыть тайники в статуэтках, не повредив их. Для этого мне нужно понять механизм замка. Думаю, скоро я с этим справлюсь. И Б. Думаю, что у нас больше похоже ничего нет. Да, похоже на это. Так, а тут внизу ничего нет. Не хотелось бы пропустить. Нет, нет ничего. Так, теперь. Номер. Подожди. КД-78-ГТ-8. Так, К. КД-70. КД-78-ГТ-8. Ну-ка. Ну да, все правильно. Трубку не берут, похоже. Да. Никто не подходит. Надо попросить Артура выяснить. А, вот как. Ладно. Ну хоть ты бери трубку. Ну, давай. Да. Привет, Артур. Можешь оказать мне услугу? Конечно. А какую? Мне нужно узнать один адрес. У меня есть номер телефона 537-8488. Хорошо, Говард. Не знаю, зачем тебе это надо, но услуга есть услуга. Я перезвоню, когда найду его. Спасибо, Артур. Так, хорошо. Что нам еще остается в этом доме? Ну, подземелье. Там у нас непонятные какие-то были сейфы, что ли, или что-то такое. С какими-то символами. И записки мы только что про него читали. Тут наверху вроде как нечего делать нам, да? Давайте посмотрим. Мне, кстати, сказали, что я все просмотрел. Но в итоге единственная интересная деталь тут пропустил. Ну-ка, давай посмотрим, где она. Я даже не представляю. По-моему, я все просмотрел. Так, ну вот, допустим. А, ну вот, все. Понятно. Это нам все же ничего не дает. Но, тем не менее, мы попробовали. Да, тут делать нечего. Что за движуха? Все, пойдемте в подвал. Надо быстрее, пока эти хозяева не пришли сюда. В этой серии много чтения было. Я просто офигел, сколько-то много читать. У меня уже язык устал. При том, что это первая серия, которую я сегодня записываю. Но прям столько прям, что вообще. Так, листок. Для чего-то нам может пригодиться. Чистый лист бумаги. Ну ладно, запомним. Тут больше ничего нет. За ширмочку. И вниз. Так, вот тут справа от нас было. Статуэтки непонятные совершенно. Кто это такие? Какие-то единороги. Такое ощущение, что на тебе что-то нужно будет сделать. Так уж прямо тебя рассмотреть дают. Или это просто пугает. Тут у нас никакой возможности. Хотя, подожди, мы же ключик какой-то подобрали. Не поддается. Нет. Опять же. Так, на эти ключи я сомневаюсь. Что сюда подойдут. Так, и последний там еще ключик был какой-то. Вот этот вот. Нет, тоже не подошел. Так. Что дальше? Вот тут мы еще особо не смотрели. Абсолютно непонятный какой-то. Вот уже более осмысленное что-то. Ну, древняя тема, да, похоже. Здесь есть какие-то символы. Некоторые из них стерты. Тот, что слева сверху, напоминает спираль. Так, ну давайте вот так попробуем. Нет. Так ничего не получится. Запомним. Здесь есть такая статуэтка. И, судя по всему, на ней именно разгадка к чему-то. Заперто. Может сюда этот ключ? Нет, не этот. Вот ты вот. Ага. О-о-о, ребята. Свитков-то тут. Здесь много карт. Каждая из них помечена буквами и цифрами. Думаю, это что-то вроде серийных номеров. Так, хоть одну из них взять можно? У нас, конечно, есть какая-то карта. Понять не имею, какая карта мне нужна. Здесь их слишком много. Так, а дальше у нас там... Может вот эту вот карту как-то применить? Или на ней, может быть... Какой-то порядковый номер есть. Блин. Что-то все сложнее и сложнее становится. Так, ну ладно, это запомним. Тут у нас место для карт. Здесь у нас вот, похоже, нужно... Что-то со всем этим сделать. Пока что затрудняюсь сказать, что именно. Пойдемте дальше. Там у нас еще две комнаты и потом комната, где Нолдер был. Заперто. Заперто. А, ну да. Это же точно. Эта дверь была заперта. Так. Эти комнаты как заперто, так и заперто. Из них нехорошие звуки. Вот это уже по-настоящему дерьмовые места начинаются. Так, что у нас здесь? Здесь у нас винтовки лежали, да? Да, винтовки. И кроме винтовок тут особо делать-то и нечего. Ладно. Подожди. Так. Блин, все равно не смотрит. Ну ладно. Что еще тут есть? Мне просто писали, что где-то здесь должна быть шпаклевка в комнате с винтовками. Шпаклевку, если я найду, я даже знаю, куда ее применить. Ну-ка, давай. Открывай. Может, тут? Да нет, нифига. Шо. Будем искать, значится. Так. Да нет, что-то не удать, нифига. Так, ну где же ты можешь быть? Может, со стены тебя как-то скоблить? Просто эту шпаклевку... Помните, мы только что смотрели на эту статуэтку, где я сидел? Какой-то божок, что ли, или кто-то такой. Тихо. Вот туда нужно ее применить. Потом покрасить ее. То есть, и вот эту шпаклевку уже отпечатать на листе наверху. Вот это вроде вот такая последовательность действий должна быть. Так, ну где же она может быть? Просто не вижу. Давайте подсказкой воспользуемся. Ключ, который вы нашли в куртке, подойдет к дому его владельца. Ну подожди, сначала мы решим тут проблемы. Это у нас владельца, это не Нолдер? По-моему, Нолдер. Надо будет в дом Нолдера еще сходить, значит, сюда. Так, что-то я, похоже, застревать начинаю. Так, ну ладно, допустим. Возможно, тут где-то эта шпаклевка. Я просто знаю, что она где-то здесь, в подвале. И вроде как говорили, что она в комнате с винтовками. Но что-то, судя по всему, нет. Так, дружок, ты все еще тут? Да, все так же, все по-прежнему. Да, тут больше ничего нет. Так, ну что, я в тупике. Надо отметить. Это меня не очень радует. Давайте-ка мы... Сходим вот сюда еще, тут посмотрим. Возможно, я где-то тут ее пропустил. Где-то здесь есть шпаклевка. Я не могу ее найти. Меня печалит. Это, по-моему, глаз. Египетский символ бога Ра. Или что-то похожее. Так, ну эти двери не откроются, этой связкой, да, я так понимаю? Нет. И нет. Ладно. Тут у нас еще одна запертая дверь. Она тоже, я так понимаю, ничем не откроется. И раз такие пироги, то... Ну-ка. Нет. То я даже не знаю. Давайте мы на этом тогда завершим, наверное, эту серию. А в следующий я уже буду знать, что делать. Подсмотрю в прохождении. Потому что, блин, где эта шпаклевка? Я, честно говоря, ума не приложу. А сейчас у нас упирается все в нее. Как я и говорил, нужно снять отпечаток вон с тех символов. И с помощью них нам потом будет гораздо легче. Но как бы там ни было, пока что все равно все круто. И эта серия была более такая книжная. Ты че кашляешь, блин? Я чуть не испугался. Вернее, я испугался. Я чуть не подпрыгнул. Ну ладно. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова